Через месяц в Украине прекратит свое вещание телеканал «Дождь». Такое решение сегодня принял нацсовет по телевидению и радиовещанию. Одной из официальных причин стало размещение коммерческой рекламы. А еще, по словам главы нацсовета Юрия Артеменко, телеканал, цитируем, транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины. В свою очередь гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева объясняет, что касается карты России, телеканал руководствуется российским законодательством. Вот ее цитата. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», уточнила она. Наталья Синдеева, а также главред телеканала «Дождь» Роман Баданин от комментариев Громадскому отказались. О том, почему в Украине запрещают трансляцию российского телеканала «Дождь» мы сейчас узнаем у члена надсовета по телевидению и радиовещанию Сергея Костинского. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, можете ли Вы коротко назвать причины запрета телеканала? Смотрите, мы не можем это трактовать как запрет. Это ограничение навещания на ретрансляцию на территорию Украины. То есть, те граждане Украины, которые считают для себя возможным смотреть телеканал «Дождь», они смотрят его по спутнику, имеют возможность смотреть в интернете. Кстати, это платный просмотр. И мы не Роскомнадзор, мы не блокируем сайты. То есть, сохраняются все возможности смотреть «Дождь». Но в той сфере, которую регулирует Национальный совет, мы всех лицензиатов, со всеми лицензиатами работаем так, чтобы они соблюдали украинское законодательство. Сергей, скажите, какие нарушения со стороны телеканала «Дождь» Вы зафиксировали? Я повторюсь, что одним из ключевых является демонстрация карт Российской Федерации, на которых Крым обозначался как территория России, что является свидетельством редакционной политики телеканала «Дождь», направленной на легитимацию незаконной аннексии Крыма. Также мы зафиксировали случаи, когда журналисты телеканала незаконно посещали Крым. То есть существует специальная процедура, в разработке которой участвовал в том числе и я в свое время. Они игнорировали эту процедуру и руководствовались исключительно законами Российской Федерации. Но есть позиция международного сообщества, есть позиция Украины, согласно которой Крым – это территория Украины, и на ее территории необходимо руководствоваться законами Украины. Также в эфире телеканала «Дождь» звучали такие высказывания о том, что административная граница между Херсонской областью и Автономной республикой Крым является российско-украинской границей. И хочу сказать, что на наше решение уже есть позиция Натальи Синдеевой, которая руководит телеканалом «Дождь». Она действительно подтвердила, что «Дождь» руководствуется Конституцией Российской Федерации, согласно которой Крым является территорией Российской Федерации. То есть мы не ошиблись в определении детекционной политики канала в отношении Украины, в отношении Крыма. Но это же понятно, что это всё-таки патовая ситуация, потому что, вы разумеется, они не могут работать не руководству, чтобы их не закрыли, не руководствуясь российским законодательством. У меня последний вопрос. Я хочу вам объяснить. Знаете, для солдата Украины, который находится в зоне боевых действий, это не патовая ситуация, он не хочет умирать. А ему приходится воевать, ему приходится проливать свою кровь. Это не патовая ситуация. Это очень конкретно, очень жизненно. И в том числе и для крымчан, которые выехали. И для меня это тоже не патовая ситуация. Когда пришла Россия в Крым, я решил, что я буду последователем до конца. Если я гражданин Украины, я буду там, на тех территориях, где есть юрисдикция государства Украины. Понимаете, нет никакой патовости. Есть вопрос честности. Вот это вопрос принципиальности, вопрос журналистских стандартов. Есть международное право. Это же не вопрос этического плана. Это не вопрос этики даже. Это вопрос международного права. И вы либо признаете международное право действительным, либо не признаете. Телеканал Дождь, как и государство Российской Федерации, не признает международного права. Никакой патовой ситуации нет. Спасибо большое. С нами на связи был Сергей Костинский, член Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Мы переходим к следующей теме. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...